Владимир Кубышко принял участие в Международной научно-исторической конференции Органы и войска НКВД СССР в Великой Отечественной войне. В форуме, который состоялся на базе Академии управления МВД России, приняли участие более 400 человек. Особую значимость и звучание приобретают проблемы, рассматриваемые сегодня на научной конференции, в преддверии праздника, ставшего символом патриотических чувств народов России 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В это непростое время каждый, кто связывает свою судьбу с защитой Отечества и обеспечением его безопасности, с особой ответственностью сверяет свои профессиональные, моральные и нравственные ориентиры с служебным и духовным опытом предшествующих поколений. Уроки Великой Победы, преподанные человечеству нашими отцами и дедами, как никогда актуальны сегодня, и от правильности выводов, извлеченных из этих уроков, во многом зависит успех нашего труда на благо любимой Родины. Владимир Кумышко сделал акцент на том, что традиционные, духовно-нравственные, культурные и исторические ценности, сохранение и защита которых являются обязательным условием гармоничного развития страны, остаются неотъемлемой составляющей суверенитета России. Историческая правда, историческая память, объективная научная оценка событий отечественной и мировой истории находятся под угрозой фальсификации, вновь становятся объектом ожесточенной информационной и ментальной войны с коллективным Западом и нуждаются в наших скоординированных и широкомасштабных усилиях. Именно на это нас нацеливает указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 8 мая, номер 314, утвердивший основы государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения. Заместитель главы МВД России напомнил собравшимся о большой научно-практической работе, проделанной ведомством в преддверии 300-летия российской полиции. Открыты свыше 30 новых музейных экспозиций. Всего на сегодняшний день в ведомстве свыше 160 музеев. Уважаемые коллеги, многовековая история России дает богатый материал для исследований в сфере защиты отечества, развития системы обеспечения безопасности, законности и правопорядка в различные эпохи. Менялась конфигурация ведомств, уточнялись цели и задачи их деятельности. Но всех нас всегда объединяла общая история. История нелегких испытаний и побед. В ходе мероприятия обсуждались вопросы, касающиеся деятельности органов и войск Народного комиссариата внутренних дел СССР на всех этапах Великой Отечественной войны, как на фронте, так и в тылу. Опираясь на архивные документы и другой исторический материал, спикеры из различных правоохранительных ведомств и научных организаций рассказывали о роли сотрудников НКВД в приближении Великой Победы.